Субтитры создавал DimaTorzok Провел свое детство и школьные годы непосредственно в Могилеве Я учился сначала в 40-й школе, потом 3 года я отучился в 3-м областном лицее Потом поступил в Минск, переехал и живу сейчас непосредственно в Минске С одноклассниками до сих пор мы держим связь, конечно, дистанционную, это соцсетки Мы иногда списываемся, общаемся по тем или иным вопросам 40-я школа, до сих пор у меня теплые ностальгические чувства У меня родители до сих пор живут в Могилеве Я когда приезжаю на 8-й кирпичный, мы часто гуляем в тех местах, ностальгируем А в школе, конечно, остались только теплые чувства Потому что это, в принципе, мой толчок в жизнь У нас были классные преподаватели, которые нас хорошо обучали, воспитывали И вот то, что я сейчас представляю, это как раз большое спасибо учителям, которые провели колоссальную работу и отдали нам очень много времени Да, я стал бизнесменом, это долгий и кропотливый труд, как и все студенты Я сначала работал лопатой на стройке, либо занимался какими-то разнорабочими профессиями Куда взвали, где могли заплатить пару копеек, чтобы можно было и с девушкой погулять где-то в парке или в кафе посидеть Это просто кропотливый труд После университета я отработал в холдинге Атлантем порядка трех лет И в процессе мои друзья предложили создать совместный бизнес Мы уделили этому достойное внимание, силы, время Были какие-то небольшие накопления, которые получилось инвестировать Ну и вот как снежный ком, больше, больше, больше И я считаю, что сейчас я могу смело себя назвать бизнесменом среднего уровня Сейчас сложные времена Мы видим, что обращение и Министерства экономики, и работа бизнес-сообщества не приносят результатов Есть предприятия, государственные предприятия, на которые сейчас идут основные усилия власти Для поддержания, сохранения, либо, ну скажем, стабильного спада, но не резкого, чтобы не увольнялись люди Но поддерживать бизнес, к сожалению, сейчас не хотят, либо не могут Сложная ситуация И мы, как бизнес-сообщество, должны в определенной коллаборации оптимизироваться Мы должны предложить варианты решения проблем И очень хотелось бы, чтобы нас услышали А сейчас это оптимизация, это возможность или попытки задействовать какие-то новые технологии по ведению бизнеса Мы сейчас прекрасно знаем, что одна из основных частей затрат – это арендная плата И многие бизнесы, направления бизнеса, которые могут перевести своих сотрудников на удаленную работу Они сейчас это делают, тем самым сокращают свои издержки Много направлений такого плана, которые можно оптимизировать Поэтому мое предложение, ребята, необходимо сесть своими коллективами и подумать, где как раз-таки сократить издержки Только в этом случае мы не сможем остаться на прежнем уровне По-любому 30-40% сокращения, в том числе и где-то в зарплатах, в том числе и в каких-то мероприятиях Которые проводили раньше в формате тимбилдинга То есть надо отложить, чуть-чуть на попозже И тогда все будет хорошо, потому что по-любому в ближайшее время, это месяц, два, три Мы выйдем на определенное плато, ситуация стабилизируется И нам надо будет вставать с колен и развиваться дальше Конечно, хорошо, если бы нам помогло в этом правительство Но я не думаю, что они сейчас на это готовы или есть у них такая возможность По вопросу пандемии и той ситуации, которая сейчас происходит в медицине У меня мама врач У меня отец уже переболел короной И я очень рад, что она протекала в легкой форме, без осложнений Но я на себе ощутил, насколько это волнительно Насколько было много переживаний И это проблема Мы видим, как врачи отважно борются Как врачи по неделям не бывают дома Потому что они в зоне риска и они не хотят переносить эту заразу Поэтому мы все должны сплотиться Мы все должны быть с ними солидарны И пытаться минимизировать скорость распространения этой болезни Поэтому, если есть какая-то возможность помочь врачам Даже просто в своем окружении Понятно маски, понятно питание, которое сейчас оказывают многие заведения общепита Это все нужно, это очень хорошая поддержка И самое главное, это психологическая поддержка Если вы знаете врача, знакомого, знакомого, знакомых Просто позвоните, напишите в соцсетях Поблагодарите их за их труд И это уже будет для них очень хорошее подспорье Очень сложные ситуации сейчас и в образовании Мы видим, что происходит И Министерство образования то заставляет, то не заставляет То делает какие-то переносы по образовательному процессу Они не знают, что делать А не знают, что делать по одной, наверное, причине Потому что, опять же, как и у врачей, так и у учителей У них нет права голоса и права выбора И пока у нас ситуация не будет меняться Пока у нас все решения будут приниматься из одного кабинета Ситуация не поменяется Мы в нашей программе описываем то, что люди Компетентные люди, которые занимаются тем или иным направлением Они должны в своем компетентном кругу принимать решения Они должны думать, как развивать то или другое направление Вот в конкретной ситуации Сейчас сложная форс-мажорная ситуация Но это не позволяет кому-то, кто не смыслит в этом, принимать решения К сожалению, мы сейчас живем в такой стране И почему я сейчас здесь? Я здесь, потому что мне это тоже, как и вам, не нравится Я хочу сделать изменения И сделать нашу жизнь новой, современной, европейской Поэтому я очень всех призываю, чтобы вы оценили это и осознали И сделали свой выбор на ближайших выборах президента Республики Беларусь Я Сергей Черечень Моя инициативная группа собирает сейчас подписи за выдвижение моей кандидатуры В кандидаты на пост президента Республики Беларусь в 2020 году И сегодня мы в Могилеве Мы проводим пикет, то есть мы поддерживаем наш коллектив Я сейчас объезжаю все наши региональные города Мы посетим больше, наверное, 50 городов и малых городов нашей республики Для того, чтобы мы лично с вами познакомились И вы смогли задать мне свои вопросы Я буду рад видеть каждого на наших пикетах До встречи! Я вас всех очень жду! Продолжение следует...